В 1996 году купили квартиру, вот нашу вот эту квартиру, у нас была солнечная, мы ее продали, дети наши учились здесь в центре, чтобы быть в центре, им близко было, чтобы могли зимой, это проблемы были, поездки особенно солнечные, ну и нам устраивала эта квартира, то что в центре здесь рядом, все пешком, то-то-то, не мучиться, да, сделали ремонт соответственно. Вот в 1998 году частное предприятие выкопило УЖКО, Волжского отдела, это Московская 43, по-моему, полуподвальная и подвалы все, сделал ремонт так, полу, так, более-менее, поставил свою фирму, соответственно, лишь бы участвовать, лишь бы работать. Ну и до конца не довел дело, и были и гнилые там балки, и все, внизу находясь, а то все постоянно сыра было, снес он наши погреба, сарай, ну и срезал балки, как раз метр где-то, метр двадцать, вот отсюда начинаю, на левую сторону. И после этого, после этого, по систем начал продавать, через лет пять-шесть что ли, начал по систем продавать, квартиру сделать и так далее. И очередной раз, в 2012 году, наша соседка, которая сейчас именуется квартирой, откуда-то взялась, купила, соответственно, эту квартиру по дешевке. Она продавала свою квартиру, чтобы купить здесь, и нам уже предупредила, сказала, что я устрою вам, чтобы все получили квартиру. Но мы не знали, что это означает. Оказывается, она начала заниматься разрушительной системой. Разрушать, чтобы идти, развалить, соответственно, дом, ну и меру или городу, чтобы выделяли квартиры. Объясняли ей несколько раз, что такие вещи нельзя и никто не даст. Но без толку, по сей день это она творит. И в конечном итоге, когда начал демонтаж потолков, у нас же в старых домах у нас три пола. То есть потолок вот в пол, и еще в середине, в которой есть шумоизоляющая часть толстой доской, там земля или что-чего засыпано, чтобы не слышно. Вверх-вниз ей тепло, чтобы вверх-вниз не пошло. Она все это быстро убрала и остановилась. Остановилась тем, что нам предлагает, говорит, поднимите ваш пол, наш, то есть вот этот пол, сантиметров на 10 выше, чтобы ей было удобно там хорошо ходить. Смотрите, абсурд, да? И начало, соответственно, ломать, расслаблять опоры. И в конечном итоге, при разборке потолков, где я показал наш туалет, часть ванной, туалет, туалет нас упал прямо вниз. Прямо вниз. В прямом смысле. Разбила все, что что есть. Ну, подумали, соседи, ничего страшного. Думаю, помогу я тоже самое, раз люди пришли вновь, и там надо жить дружно, мирно. Ну, залили, поставили подпорки по-новому, залили пол, сделали все. Купил я новый унитаз. Трубы новые поставил. Говорю, все нормально, нормально, проблем нет, нет. Ну, через месяц, что ли, мы живем в Москве, регистрированной там, здесь наша квартира. Приезжали, приехали сюда, и она сразу мне навстречу эти трубы срезаны. Говорит, это тебе подарок. Я говорю, что за подарок? Вот твои трубы, говорит, меня не устраивает, что у меня проходит по низу. Я говорю, ну ты же обязан закрывать, а не чтобы смотреть на эти трубы. Нет, меня не устраивает. Ну, и потихонечку, и начала, она, оказывается, говорит, вот вы должны 300 тысяч всем двором собраться, чтобы я сделала ремонт, чтобы я жила нормально. Я говорю, а как остальные? Остальные меня не волнуют. Ну, соответственно, как... Она вам прервала водоснабжение, что ли, вы ходите делали? Сейчас дойду до этого. И, соответственно, когда отказались люди, начали смеяться над ней, да, и она говорит, хорошо, раз такое, говорит, и я перекрою вам воду, наш дом. Оказывается, в то время, когда, соответственно, подвально, полуподвально сарай, наши эти погреба были внизу, и, соответственно, подача центральной холодной воды, она, вентиль, стояла внизу и стоит по сей день. Вот она этим начала терроризировать. Все, раз не хотите помогать мне, я вам воду закрою. И она, на самом деле, закрыла где-то на 2-3 дня. Здесь соседи, шум, гам, начали ее просить, умолять, без толку. Ну, под конец, не знаю, каким, опять включила. Через, ну, месяц, наверное, или 15 дней опять, а то, что не согласились. С 300 тысяч она пошла по 5 тысяч со двора сноса, как грубо назвать. Потом с 5 тысяч сколько перешла? 4-3 тысячи, не знаю. Ну, соответственно, на Новый год, да. На Новый год, чтобы она Новый год исправила. Ну, нет, нет. И постоянно после каждого обращения такого она закрывала воду. И в конечном итоге, вот есть у нас заявление всей соседей. Это 10 сентября 2014 года. Она та же перекрыла воду. Ну, все жильцы с подписями, со всеми заявлениями написали и вызвали. Да, она хотела, то есть запах пошел, газа и бензина. Она, когда вызвали полицейских, приехали, они увидели, понюхали, как на самом деле это есть. Вызвали сразу МЧС. Пожарники вызвали. Приехала здесь целая компания, не знаю, стояли. И никто не мог заходить туда. Ей просили. Откройте, поговорим с вами, посмотрим, что нет. Пока Грищенко не придет, мне квартиру не выделит. И при том вот в новом доме. Такое, с указанием пальцев. Пока не даст, я не открою, и я взорву ваш дом. И здесь что будет, не знаю. Она в Москве, маски. Соответственно, конечно, в этом запахе. Как это быть? А облила бензином возле окон, это на улице. Возле окон дверей. В случае, если кто-то войдет туда, все, она пожар устроит. Здесь солидные люди были. С погонами, со всеми. И это опять кончилось ничем? И опять абсолютно. Пока Грищенко не придет сюда, я вам не открою. И все, пошлите все. Мат-перемат. А ответственность какая-то у нее за это? Абсолютно все инстанции, которые есть, все. Мы прошли. Остались вы еще в Мергороду. Я хотел, честно говоря, сегодня идти в Меру, записаться на прием. Думаю, конец когда-нибудь будет этого или нет. А правоохранители что говорят? А они вообще тук-тук-тук-тук. Можно войти? Нет, пошлите вы не знаю куда. Абсолютно она и говорить не хочет. И в конечном итоге, на этот год, за уже 15-й свежий год, 10-го... А, 11-го... Не, 12-го. 12-го. 12-го января 15-го года где-то около 10-ти вечера слышим грубый, громкий такой стук-дверь. Она пошла, и я здесь как раз давление у меня было, я лег, она пошла через окно, видно двор у нас. Пошла кто такой, спросить кто такой, что надо, и все. Слышит оттуда. Мат, перемат, открой, давай вайрама сюда. Ну, я не хочу эти слова повторять сейчас. Что случилось? Че ты хочешь? Почему ломаешь дверь? Твоя мама всех нас здесь оскорбляет каждый день. Это что? Да. Каким образом? Вот таким... Что, что? Вы иди сюда, ко мне! Она срубила все балки, сломала мне весь дом, в руинах, мой дом. У меня канализации нет, у меня трубы нет. Все она... Ты знаешь что? Что? Чтобы не было так. Ага. Твоя мама всех нас оскорбляет каждый день, каждый день. Вот в записах, вот, вот в записах. Все. Вот сейчас запись идет, видишь? Будет ко мне вайраны с ним пообщаться. А зачем? 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 Вот сейчас милиция будет, поговорить с тобой. Вот пузырь с вопросом не задает, а не моей маме. Когда она... Когда она нас надоедает, мы позвоним тебя и позовем. Хорошо? Значит, 12-ю ночь, когда очередной раз не тренувся в состоянии, она стучала ногами, руками в дверь, вызывая, требуя, чтобы я выходил на улицу, разбираться в чем-то, я не в курсе дела был. Ну, соответственно, жена не в курсе, она через окно смотрела, она спрашивала, что тебе надо, и здесь оскорбением со всем этим, почему вроде бы мы не помогаем матери и тому подобное. Выходи, выходи, но, соответственно, моя зона говорит, ты выйдешь, сейчас там будет драка, там и там вода и так далее. И вызвали полицейских. При подходе полицейских, они как раз застали, и все, я открыл дверь, выхожу, он с кулаками и ногами на меня, соответственно, ну, а эти раза, то есть разнимали и нас наверх писать объяснительный. Вот мне написали объяснительный, и при уходе, вот, пожалуйста, он разбил стекло мне, соответственно, под двух капотов. Чем объясняется абсолютно за то, что я не выходил. И в конечном итоге сейчас придется мне очередной раз опять ходить по инстанциям, в суд подавать, изыскать, когда что, неизвестно. Решение суда обязало ее восстановить в квартире номер 6 в доме 51 по улице Московской разрушенные межпотолочные перекрытия, потолок, шумоизолирующую, утепляющую часть между потолком и полом изца и потолком ответчика, восстановить систему водоснабжения и канализации в соответствии с обязательными требованиями. А далее уже взыскать вот 31 тысячу в пользу Качачьян для ремонта, который вот здесь они должны сделать. Конечно, вот чисто с человеческой точки зрения, как бы понимая, что это пожилая женщина, ее эмоционально становится жаль. Но когда вот я смотрю на весь путь, который пройден, вот я сопровождала, как бы помогала вот в процессе в судебном, вспоминая, видя весь путь, вспоминая все эти оскорбления и то ее поведение и понимая, что она не делает разумных выводов из этой ситуации, я понимаю, что иначе ее убедить нельзя. И здесь, конечно, нужно, конечно, я понимаю, что у нее снимают с пенсии, но у нее есть совершеннолетний здравомыслящий сын, который, собственно говоря, вот уже показал себя, да, вот в следующем этапе, как бы вот уже в этом году. Я считаю, что вместо того, чтобы портить жизнь другим людям, портить имущество других людей, мне кажется, ему нужно просто вообще побеспокоиться, ему побеспокоиться, а его маме, как бы побеспокоиться о том, почему с ее пенсии снимают, нанесли ущерб, они вместе, как бы все это делали солидарно, но пусть он со своей зарплаты платит, почему мама с пенсией платит, то есть к этому вопросу можно и так отнестись. Субтитры сделал DimaTorzok